Приветствую вас. Вы знаете, я бы рекомендовал вам почитать про психологическую игру «Скандал». Это игра, часто между родными, вот, как правило, между родными. Ага, когда люди, вот, как вы, да, ссорятся, доводят друг друга до эфирики, до белого коленя, условно говоря, да, доводят они себя. Доводят они себя просто до каких-то вот невероятных абсолютно вообще высот, да, хочется сказать, хватит. Хочется сказать, уже, ну, остановитесь же уже на коне, да, да. Вот. И это происходит снова и снова, это происходит постоянно, это происходит, ну, вот, с какой-то периодичностью. Ну, вот. И непонятно, непонятно, вот, вообще, совершенно непонятно, из-за чего такая история происходит. Вот. Почему такая история происходит. Ну, вот, психологическая игра «Скандал», вот, объясняет данный аспект, ага, достаточно легко. Во-первых, 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 люди боятся близости. Практически всегда. Практически всегда. То есть, то есть, практически всегда. То есть, практически всегда. Когда речь идёт о скандале, люди боятся близости. Это первое. Второе. Сексуальное влечение. Сексуальное влечение, скорее всего, есть у вашего брата, подростка к вам. Потому что ему 15, он подросток, у него сейчас как раз половое созревание. Тут вот вы остаётесь с ним наедине. Он и вы, как бы, молодая девочка, да, девочка. Вот. И вот, скорее всего, к вам есть сексуальное влечение, которое, естественно, зажимается, которое, естественно, вправляется, которое он себя, естественно, ненавидит на беззазначенном уровне. И это всё выливает в скандал. Вот. То есть, это вот с точки зрения, опять же, его. Ну, а с точки зрения вас, то, что вы боитесь близости с ним. Вот. Вы боитесь близости с ним. То есть, я не думаю, что у вас с ним есть сексуальное влечение. Вот. Но то, что вы боитесь, боитесь не близости, это совершенно очевидно. То есть, возможно, вы его стали понимать там в определённый период времени. Невозможно, он стал вам мешать в определённый период времени. Вот. То есть, тут такая вот история. Дальше. Вы пишете. Значит, мы не находим общий язык моим братом. Знаете, здесь, как бы, история такая, что я не нахожу общий язык брату, вам надо бы сказать. Не мы, а я не нахожу. Это разные вещи, но они, в общем, хорошо и достаточно отражают суть. Суть. Вот. Суть. Суть. Проблемы. Скажем так. Вот. То есть, очень хорошо нужно это понимать. Нужно очень хорошо понимать, что вы не можете найти общий, общий язык твоим братом. То есть, вы не можете говорить на его языке. Понимаете? Какая штука. Что-то вы его не понимаете. Вы не понимаете, что ему... Вы не понимаете, что он хочет. Потому что... Вы его считали маленьким, да? А он же не маленький. Он уже... Он уже... Он уже взрослый. Он уже подрослел. Он уже стал... Другим. Он уже стал... Не тем, кем вы его, ну, видели, да, знали и так далее. То есть, он изменился, а вы пропустили. Вот. Он изменился, а вы в этот момент упустили. Это не ваша вина. Это связано с тем, что... Ну, просто, что... Выросли все быстро. Здесь, особенно подростки, у них вообще это происходит. Лавинообразно. Вот. И вот вроде бы он... Еще совсем недавно был ребенком. Дааа. Уже все это требует. Естественно, тяжело это... Тяжело это... Принять. Вот. Дальше... Вы пишите. Он начинает огрызаться. А потом... Все перерастает в скандал. Ну вот. Ааа... Понимаете? Такая штука. Ведь он огрызаться начинает наш полк. Как бы... Он начинает огрызаться на что-то. То есть, что-то в вашем поведении по отношению к нему, заставляет его огрызаться. Вот тут неплохо было бы подумать, что именно вы делаете такого, что его мотивирует на огрызание вам. То есть, огрызание это агрессия. С его стороны. А агрессия это всегда в ответ на что-то. Это защита. Это угроза. Угроза ему. Да? Эээ... Поэтому... Нужно вот здесь как-то определить, эээ... В чем вы несете ему угрозу... Угрозу... Своё поведение. Нужно проанализировать. Паш. Дальше... Потом все перерастает в скандал. Ну, про психологическую игру скандал я уже рассказал. Здесь мне бы хотелось только добавить, что вам не хватает ответственности за себя в этом. Эээ... В том смысле... Как бы, в том смысле, да, что... Эээ... Эээ... В скандале участвует... Эээ... Ну, и вы. И вы в том числе. Понимаете? И вот, было бы очень здорово. Было бы очень, ну, очень здорово. Если бы свою ответственность... В... Эээ... 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 Ну... Эээ... Вот... В скандале в этом... В этом скандале... Эээ... 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 Вы... Определили бы... Для себя. Во... Ну... Понимаете? Что-то вот это вот, было бы здорово, что вы определили имя свою роль. Вот моя роль в скандале, она какая? Ну хорошо, ладно, ладно, подросток скандалит, хорошо, подросток, у него гормоны играют, окей, но я по скандалю почему, я по чего скандалю, понимаете, какая штука. Вот это вот такая важная история для вас, вот, а может быть вы для себя тоже получаете какую-то выгоду в скандале с братом, может быть вы тоже что-то для себя выигрываете, и тоже у вас есть какая-то выгода, то есть это, опять же, тоже нужно выяснять. Дальше, так, поэтому, значит скандал, потому что позволяет себе материться, не может успокоиться, не останавливаться, а что вы делаете, чтобы он успокоился, такое впечатление, что вы его больше провоцируете. доходит даже до брата, ну, то есть, по сути, до физического контакта, который ему так хочется, но который запрещается, да, то есть еще раз повторю, я говорю именно с точки зрения, сейчас я говорю именно с точки зрения вашего брата, да, то есть, чтобы вы понимали, я не говорю сейчас про вас, я говорю исключительно только про вашего брата, я просто хочу, чтобы вы это, ну, чтобы обдавали себя в этом об этом отсюда. Вот. Дальше. Он доводит меня до истерики, до диких попли, сейчас тяжело дышать. Ну, это вы вот перекладываете свою ответственность за свои чувства здесь на человек, что это он виноват, что это вот в нем проблема, что это вот он такой плохой, а то, что вы истерику, ну, ну, как бы, вы впадаете в это состояние, да, истеричное, истеричное, истеричное состояние, вы впадаете, впадаете, впадаете. Ну, это как-то вообще не рассматривается даже абсолютно. об этом даже не говорится, короче говоря. Хотя это важный момент, это очень важный момент, это момент, который, вообще-то говоря, определяет вот все, что вы делаете, это ваша реакция, это то, как на вас влияет ваш брат, по факту. Вот. Ну, а вы? А что вы? Да, вот. Что вы? Что вы делаете? И делаете ли вы что-то? То есть, делаете ли вы что-то, чтобы этого в нем не было? К примеру. То есть, тут вот такая история. Дальше, мне так обидно, я сидеть посмотрел, его нянчил, с ним родная группа, а по итогу вот что происходит. Да, то есть, есть какие-то ожидания, которые вы возлагаете на своего брата. Есть какие-то ожидания. оправданы ли эти ожидания? Нет, они не оправданы, эти ожидания абсолютно не оправданы, потому что брат вам ничего не должен. А заставляли ли вас присматривать за братом? Ну да, вот скорее всего заставляли. Скорее всего, здесь есть какой-то вот элемент, такой принуждения, вот то, что вы нянчили с ним смотрели, вот и так далее, что вы вот собой жертвовали ради него. То есть, это, по сути, ведет себя как жертва. Вот. Ну, опять же, к вопросу о вашей свободе. Это, кстати, к вопросу о том, насколько вы можете говорить «нет». это к вопросу о том, что, что сейчас мотивирует вас на то, чтобы с братом оставаться наедине, чтобы сейчас с братом быть, ну, условно говоря, вместе. Вот. То есть, это вот такая история. И, в общем-то, на мой взгляд, это важная история. Важная история, почему сейчас вы с братом остаетесь наедине, почему сейчас, и почему, там, вы его пытаетесь совпитывать или что-то еще, почему вы, по сути, сейчас за ним смотрите, потому что в 21-го, она будет своя жизнь, а ему 15-го, она будет своя жизнь. Уже пора. Вот. Может, вы поможете разобраться в эту ситуацию, и дальше, может быть, лечь хуже? Откуда у вас такая позиция? Это отдельный вопрос, почему вы считаете, что будет хуже. Но, а я могу сказать так. Нужно отграничить себя и брата, свои чувства и его чувства, и свои чувства взять ответ. Почему мой брат вызывает на такие чувства? И откуда они, действительно, эти чувства вообще взялись? Ну, каков источник этих чувств? Вот. Ну, на самом деле. Потому что это не брат. Это не брат. Это, скорее всего, это родители, скорее всего, это вот что-то такого типа. Ну, это не брат. То есть, брат здесь вообще не пришел, не пришел. Скорее всего. Я так думаю, что брат, брат здесь. Брат здесь вообще не пришел. Абсолютно. Вот. Тут дело вот в том, как у вас, возможно, распределены роли в семье. В вашей. Вот. Насколько это сделано? Ну, качественно. Грамотно. Адекватно, может быть. Вот. Вот это важно. Это важно. Остальное, остальное пока это вот из области догадок. Так нужно разбирать. Вам необходим личный рост, необходим, точнее, личный рост. И работа над собой, да, то есть исследовать себя, свои чувства, правильно выразить свои чувства, чтобы обвинять не брата в том, что происходит, а как конструктивно выразить свои чувства. Вот. Определить источники своей истерики. Определить причины ваших ожиданий, которые у вас есть сейчас, сейчас. Потому что не на пустом месте взялись ожидания ваши. Вот. И после этого уже более адекватно вести себя по отношению к брату. То есть вот вы пишите, вы помоете мне разобраться в этой ситуации. А разобраться в этой ситуации, собственно, чтобы что? То есть вы чего хотите-то? Себе разобраться? Брата подчинить? Или как? Что вы хотите? Подумайте. Исходя из этого, сформулируйте свой запрос к психологу, не надо. И мы вам поможем. Брата. Брата. То есть вот мы вам поможем разобраться с проблемами. Но для этого, для этого нам ну не надо ваш запрос. А не просто разобраться с этой ситуацией. Знаете, даже, чтобы с этой ситуацией разобраться, нужно больше информации о вашей семье. Да, отношения между семьей. И почему, ну, между членами семьи. Почему вы остаетесь с братом? Как я уже сказал, абсолютно непонятно почему вы остаетесь, но вообще на каком основании вы остаетесь и так далее. Вот это все нужно исследовать. Это все нужно разбирать. Разберем. Поймем. Определим. Тогда уже можно будет что-то делать. Тогда уже можно будет как-то вот это все обрастить вам на пользу. А пока я боюсь, пока я боюсь ничего сделать нельзя. То есть пока я боюсь, что все будет вот так. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. Что-то я могу вам сказать. Я понимаю, что, наверное, это немного. Но, исходя из той информации, что вы предоставили, я думаю, что это максимум. Максимум. Если без воды. Что вам можно ответить. Обязательно будете почитать про игру. Скандал. Вот. Можно, в принципе, можно, в принципе, про я-сообщения почитать. Это было бы тоже полезно почитать про я-сообщения в интернете. Но это зависит от вас. То есть хотите, если хотите, то почитать. Вообще, это тоже очень полезная история для вас. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите также в личку. Буду рад помочь. Я вам желаю всего самого доброго. Гармонии вам внутри себя и гармонии с братом. Продолжаем! Продолжение следует...